Сейчас перед аттестованными школьниками встал вопрос не менее сложный. Нужно выбрать, чем заниматься дальше. И здесь может помочь материал нашей постоянной рубрики «Я рабочий». В ней корреспонденты Бюро новостей Давича узнают о тонкостях работы специалистов различных структур и служб. Правда, только те, где высшее образование может не понадобиться. Сегодня четверг и, значит, в эфире очередной материал рубрики «В этот раз Екатерина Зубарева отправилась на детский день рождения» в роли мини-мауса. И на себе проверила, легко ли быть аниматором на детском празднике. Самая веселая, но отнюдь не самая простая профессия – аниматор на детском празднике. Что нужно делать, чтобы мероприятие прошло на ура, мы решили спросить у мастера этого дела Екатерины Кашиной. Кать, расскажи нам пару секретов, как сделать хороший праздник. Самое главное правило детского аниматора – это, конечно же, приезжать вовремя. Пунктуальность, ответственность и доброжелательность – вот набор необходимых качеств для ведущего детских праздников. Но это еще не все. Прежде чем отправиться на дело, нужно хорошенько подготовиться, собрать всю информацию о своих клиентах. Сколько будет человек на празднике, какой их возраст, будут ли на празднике их родители, нужно ли их включать в программу. Ведущий праздников – это и артист, и фокусник в одном лице. Его фишки – его плюсы. Умение сделать из шарика собачку – хорошее начало. Нужно это делать быстро, чтобы он надувался сразу. Нет, нет, больше берем амплитуду. У опытного аниматора на это уходит 45 секунд. Мне потребовалось как минимум минут пять. Если потренироваться, у тебя с каждым разом будет получаться все лучше и лучше. Кроме шариков, дети часто просят нанести аквагрим, поэтому знать его основы тоже не помешает. Рисунок наносится гипоаллергенными красками, которые легко смываются водой, чаще всего на лицо. Но главное, что должно быть в копилке опытного ведущего – это великое множество разных игр, причем их лучше отрепетировать заранее. Мы идем по пустыне, и у нас под ногами шуршит песок. В это время дети все идут по кругу. После того, как вы выучили все игры и фишки, узнали все о своих клиентах, самое время задуматься о костюме. Итак, сегодня у нас костюм будет мини-маус, будет день рождения у одной девочки. Для дня рождения маленькой Риты, которой нам предстояло отправиться, Катя выбрала для меня костюм героя популярного детского мультика. Ну и буквально последние штрихи, и мини-маус готова. Ну все, мой образ готов. Сейчас мы поедем на детский праздник, будем проводить день рождения. По дороге Екатерина рассказала, что график работы у людей этой профессии ненормированный. Зарплата зависит от количества заказов и часов, проведенных на празднике. В среднем за час аниматор получает полторы тысячи. Однако, чтобы не остаться без работы, ведущему нужно заработать репутацию. Если аниматор себя хорошо зарекомендовал, то у него есть уже много заказов, и его ставят на программы в первую очередь, поскольку у него уже есть какой-то опыт. Здравствуйте! Здравствуйте! Я мини-маус, слышала у вас здесь веселье. Проходите, пожалуйста. Можно зайти? Самое главное, когда впервые оказываешься ведущим праздника, не забыть все, чем у тебя до этого учили. Мы охотимся на льва, не боимся ничего. У нас огромное ружье и подзорная труба. И еще одно правило. Когда вы играете с детьми, нужно следить за их безопасностью. Поэтому с подвижными играми нужно быть особенно осторожными. Ну и если это день рождения, не забывайте о подарках и торте. С днем рождения! Рита, загадывай желание. Загадала? Да. Устроиться на работу аниматором можно без специального образования. Однако будет ли она приносить доход, зависит только от вас. Ведь покорить детские сердца не всегда бывает легко. Ура! Ура! Екатерина Зубарева, Николай Шахарбиев, Бюро новостей Дайвича.